На трассе между Комсомольском, на Амуре и Хабаровском полностью возобновили движение для всех видов транспорта, которое было нарушено из-за паводка. В самих городах полным ходом идет восстановление жилых домов и дорог. Люди откачивают воду из гаражей, приводят в порядок машины. По страховке мне сказали так, что это стихийное бедствие, есть хитрый термин подтопление и затопление. Если одна макушка от мачт осталась, это еще не затоплено полностью. Это было подтопление. Они сказали, что это не страховой случай. Вместе с автомобилями утонуло и остальное имущество. Гараж был для многих как склады временного хранения. Сюда приносили старые вещи, но не те, что в хозяйстве еще могли бы пригодиться. Обогреватели, одежду, обувь. Сейчас имущество вынесли из гаражей, они пустые. Их проветривают, а горы испорченных вещей скоро отправятся на свалку. Сейчас вода ушла, но оставила после себя поврежденный асфальт на много километров. Даже с безопасной скоростью двигаться по дороге небезопасно. Она вся в выбоиных ямах. Дорожникам нужно быстрее восстанавливать полотно, пока в Хабаровск не пришли морозы. Волонтеры кормят брошенных на подворьях домашних животных. Проблема в том, что когда люди будут возвращаться обратно домой, здесь будет стая дичавших животных. И это будет вторая волна угрозы. Уровень Амура опускается со скоростью 10-15 сантиметров в сутки. Сегодня гидрологи сообщили, гребень Паводка вышел в море. По предварительным данным, только по Хабаровскому краю нанесен урон в размере 20 миллиардов рублей. Продолжение следует...